Третий раз Алиса Гизба привозит в Абхазию свой конкурс. В этом году к мастер-классам добавили творческие лаборатории. Расширилась и география участников. Такие проекты носят не только просветительский характер, но еще и образовательный, потому что в формате данного конкурса в этом году мы еще включили такой образовательный аспект в виде лаборатории Алисы Гизба, где наряду с вокальным исполнительством также участвует еще искусство ансамбля, инструментальный ансамбль и так далее. Поэтому можно сказать, что поэтапно конкурс развивается, расширяется, обрастает новыми именами. Музыканты из Китая, Великобритании, Германии и стран постсоветского пространства участвовали во всех турах конкурсного отбора. Подали заявки на участие более 200 музыкантов. Во второй тур прошли 100 и только 50 приехали в Абхазию. Как признаются сами исполнители классической музыки, впервые побывавшие в Абхазии, республика впечатлила и удивила их. Помимо исторической составляющей, которая здесь сохраняется, видно, что здание реставрируется, есть и такой европейский, так скажем, прибрежный такой, приморский такой уровень в плане заведений уютных, в плане кафе, очень таких хорошего уровня с хорошей кухней. Максим Сударев получил третью премию конкурса. Как сам он говорит, участие в нем это прыжок в последний вагон, так как в подобных конкурсах жесткий возрастной ценз. Сыграл больше возрастной фактор, потому что мне 36, поэтому я решил, что это один из моих последних, наверное, конкурсных состязаний, потому что уже вот везде конкурсы до 35, до 36, до 30. На Западе есть, может быть, у нас когда-нибудь тоже эта тенденция будет. Как отметили члены жюри, на абхазской сцене оказались лучшие из лучших, а каждый отборочный тур был настоящим концертом высококлассных исполнителей. Замечательный конкурс, прекрасная идея, уровень очень высокий. Слушать было конкурсатов очень интересно, было очень много ярких индивидуальностей творческих в разных номинациях. Мы слушали это, в общем-то, даже не как конкурс, а как концертное исполнение. Анна Ревич также побывала в Абхазии впервые и теперь намерена приехать снова. Я в восторге, это изумительная совершенно природа, очень богатая, очень вдохновляющая, конечно, море, конечно, люди очень доброжелательные, очень теплая атмосфера, гостеприимная, ну и, конечно, очень вкусно, это очень важно. По словам местных музыкантов, которые сопровождают выступления оперных исполнителей, такие конкурсы – это, во-первых, возможность услышать мировые шедевры высококачественного исполнения у себя дома. Абхазская публика может познакомиться с шедеврами мировой классики, оперной музыки, в исполнении очень хороших оркестров, очень хороших певцов, это тоже немаловажно. Вторая причина, по которой конкурс Алисы Гизба нужен Абхазии, по мнению Адама, это налаживание культурных и межгосударственных связей. Культура – это, наверное, ну, после дипломатии, а может быть параллельно с дипломатией, это очень важное средство по международному признанию, по международным контактам. И в этом плане конкурсы, которые проводит Алиса Гизба, они всегда охватывают разные совершенно страны, разные регионы России. И это огромный, очень важный момент. Благодаря конкурсу Алисы Гизба с Абхазией продолжают знакомиться молодые музыканты со всего мира. А местные жители имеют возможность наслаждаться живой классической музыкой.